Престижный бостонский отель Мэриотт Коплэй. На пороге своего номера в луже крови лежит 25-летняя Джулисса Брисман. На теле несколько огнестрельных ранений. Она была еще жива, когда приехала скорая помощь. Но спасти девушку не удалось. По дороге в госпиталь Джулисса скончалась. Эта жуткая история произошла 14 апреля 2009 года. А четырьмя днями ранее в соседнем отеле Вестин могло произойти то же самое. На три шулифлер напал вооруженный пистолетом преступник, но ее пощадил. Обе девушки, как оказалось, шли к нему на свидание. Так началась криминальная история Грейг Лист-Киллера. Джулисса Брисман училась на нарколога, а деньги зарабатывала, делая мужчинам массаж. Свои услуги Джулисса рекламировала в Крейг Листе. Это популярный в Америке сайт знакомств. Там девушка использовала разные имена. Морган, Сьюзи, Рейчел. 13 апреля 2009 года она села в поезд, который шел из Нью-Йорка в Бостон, где ее ждал очередной клиент, назвавшийся Энди. О встрече они договорились в почтовой переписке. У Джулисы была своего рода система безопасности. В анкете она оставляла телефон своей подруге Бет Соломонис. Когда звонил клиент, Бет приглашала его в номер, предупреждала Джулиссу, а после свидания ждала от нее ответ. Звонок от Энди раздался 14 апреля около 10 вечера. Бет взяла трубку, позвала его в гости. Вот только ответ от Джулисы так и не получила. Едва живую девушку обнаружила служба безопасности отеля, которой другие постояльцы пожаловались на шум в номере Брисман. Полицейские восстановили картину произошедшего. На запястье Джулисы был завязан галстук. Это говорило о том, что преступник пытался ее связать. А когда жертва стала сопротивляться, жестоко избил, затем выстрелил трижды. Детективы стали изучать записи с камер видеонаблюдения. В кадре они увидели высокого блондина. Он был удивительно похож на парня, который совершил похожее нападение за три дня до гибели Брисман. 29-летняя Тереза Лафлер прилетела в Бостон рейсом из Лас-Вегас. Остановилась в отеле Вестин. Девушка разместила объявление на крейк-листе под именем Валери, предлагая скрасить ночь мужчине. Раздался звонок. Мужской голос на том конце трубки предложил 200 долларов за час. Встреча состоялась в 12 ночи. Тереза отвела клиента в свой номер, а когда они остались наедине, гость вдруг достал пистолет. Он забрал у Терезы 800 долларов налички, кредитки, даже нижнее белье. Затем стер свой номер из ее телефона, связал девушку и ушел. Тереза смогла выпутаться и той же ночью обратилась в полицию. Детективы показали ей несколько фотографий с камер наблюдения. Лафлер опознала обидчика. А через три дня полицейские принесли фотографии с камер наблюдения в соседнем отеле, где была убита призма, и Тереза снова опознала парня, вдруг в ужасе осознав, что точно такая же участь могла постигнуть и ее. Пока сыщики сопоставляли факты, Крейк Лис Киллер, как его окрестили журналисты, добрался до Коннектикута и направился в казино Фокс Вудс. Как позже выяснят, он был тут 19 раз за предыдущие три месяца. А в этот визит выиграл 5300 долларов, имея только 700. Но этого ему показалось мало. 16 апреля в отеле Holiday Inn Express в Providence, Rhode Island, произошло нападение на Синтию Мелтон. Она, как и Тереза с Джулисой, разместила объявление на Крейк Листе, предлагая приватные танцы. Откликнулся тот самый блондин Энди. Оказавшись девушкой в номере, он оставил на нее пистолет, связал и потребовал деньги. И тут вдруг зазвонил телефон Синти. Это был ее муж. Он ждал в холле отеля. Синтия не ответила, и мистер Мелтон помчал наверх, чтобы проверить, все ли в порядке. Он ворвался в номер, увидел вооруженного преступника, связанную жену, и закричал. Какого х**а? Этого оказалось достаточно, чтобы спугнуть убийцу. А через два дня детективы отследили IP, с которого убийца с сайта знакомств, назвавшийся Энди, отправлял письма Джулиси Брисман и узнали его настоящее имя. Подозреваемого звали Филипп Марков. Оставалось только понять, как он выглядит. И тут полицейским повезло. В фейсбук они нашли страницу его невесты, Меган МакКаллистер, где была информация, что Марков учился на медика в Бостонском университете. Детективы получили копию его фотографии в студенческом удостоверении и сравнили с видеоизображениями подозреваемого. А чтобы уж совсем не оставалось сомнений, даже была создана группа круглосуточного наблюдения. Сыщики зашли за Марковым в супермаркет, забрали продукты, которые он трогал, и отправили их на анализ отпечатков пальцев. 20 апреля Филипп Марков и Меган МакКаллистер ехали на машине в казино Фокус Вудс, когда полиция остановила их на шоссе 95. Шокированная сцена и задержание девушка не поверила, что ее возлюбленный и есть хладнокровный крейкест-киллер. Да и не только она, ведь вся биография парня сулила ему блестящее будущее. Филипп Марков родился 12 февраля 1986 года в небольшом городке Шерилл, штат Нью-Йорк. Его родители развились, когда он учился в начальной школе. Мальчик остался с матерью, а его старший брат поехал со своим отцом-дентистом в Сиракузу. С самого детства Филипп хорошо учился и вел себя образцово. Мальчишка состоял в школьном историческом клубе, был членом Национального общества чести. Играл в боулинг и гольф, а еще многие отмечали его выдающиеся внешние данные. Филиппа считали красавчиком номер один, да еще и обладающего фигурой Аполлона. Но, как ни парадоксально, общение с девушками у него не складывалось. После школы Марков поступил в университет в Уолбанне и через три года окончил его, получив степень бакалавра биологии. Параллельно он работал волонтером в приемном покое местной больницы. Там Филипп и познакомился с Меган МакКаллистер, которая была старше его на два года. Они полюбили друг друга. После колледжа парочка перепралась из Нью-Йорка в Бостон. Маркова приняли в медицинскую школу Бостонского университета. МакКаллистер также надеялась поступить туда, но одно из немногих заведений, которое ее приняло, находилось на Сент-Китси, на Карибах. 17 мая 2008 года Марков сделал Меган предложение. Она ответила ему «Да». Девушка отложила все мечты о медицинской школе и сосредоточилась на подготовке к свадьбе, которую запланировали на 14 августа 2009 года. Меган мечтала, чтобы торжество прошло на высшем уровне. Представляла богато обставленный зал прокосочетаний. Внутри угощения из лучших ресторанов города, фарфоровой, серебряной и хрустальной посуде, а у входа на этот пир вереница дорогих автомобилей. Вот только у Филиппа на это не было денег. Более того, он залез в крупные долги, пытаясь накопить на свадьбу. После задержания Меган какое-то время продолжала верить в невиновных жениха, пока полиция не обнародовала улики, найденные в их квартире. В медицинской книжке был спрятан пистолет. Марков купил его, используя водительские права на имя Эндрю Миллера. Отпечатки Маркова также были обнаружены в закупочной документации. А еще пули того же калибра, что и при стрельбе в Брисман. Пластиковые стяжки, похожие на те, которыми оказались связаны жертвы. Клейка лента, аналогичная той, что использовалась для Лифляр. Портативный компьютер с фрагментами общения с Брисман. Неиспользованные одноразовые сотовые телефоны, приобретенные в феврале 2009 года. Под матрасом Филиппа и Меган полиция обнаружила свернутые носки 16 парами трусиков, две из которых были украдены у Лифляр, а еще две у Мелтон. Владельцы остальных не установлены. Больше всего детективов обеспокоили носки. Были ли другие жертвы? Был ли Марков таким спокойным и хладнокровным, когда грабил Лифляр, потому что делал это раньше? Следователи продолжали копать. Сам же Филипп Марков себя виновным не признавал. В тюрьме его навещала Меган, родители и даже брат Джонатан. С последним Филипп общался впервые за много лет. Охранники подслушали их разговор, в котором Марков якобы попросил «забудьте обо мне, это еще не все». 29 апреля МакКалистер пришла на очередное свидание к Филиппу, провела с ним 25 минут и разорвала помолвку. Она сказала Маркову, что вероятно больше никогда его не увидит. Тот лишь попросил прощения в ответ. Последний раз девушка навестила Филиппа в июне 2009 года, чтобы сказать ему, что планирует подступить в медицинскую школу на Карибах. Филипп Марков в тюрьме предпринял несколько неудачных попыток самоубийства. А 15 августа 2010 года, годовщина того, что должно было стать днем его свадьбы, он все-таки лишил себя жизни. В камере убийцы нашли фотографии бывшей невесты, разложенные на столе, и кровавую надпись «Меган» над дверным проемом. Суд над Крейклиск киллером так и не состоялся. Однако 31 марта 2011 года доказательства вины были опубликованы окружной прокуратурой округа Сафолк посмертно.